Мы всяких видели. Мы Китай видели свою мирную инициативу. Кстати, спецпредставитель Лихуэй поедет в Джиду. Мы видели инициативы европейские, папы римского попытки. Мы видели африканские инициативы. А тут вроде как ничего такого не происходит. Вроде первая часть встреч была где-то в Дании, под Копенгагеном. А вот уже продолжение, а всё куда серьёзнее выглядит. Почему? Потому что какой-то новый третий мир появляется в этой теме. Ну, я имею в виду Саудовская Аравия. И не просто ведь. Ну, как бы там одно дело африканца. А тут посерьёзнее будет. Ведь дело в том, что Саудовская Аравия – это опека, это нефть, углеводороды. Ты поди с ней, не считайся. Они же могут и рубильник в одну, и в другую сторону реле переключать. И здесь, мне кажется, как раз Москва в некотором недоумении. Почему это обсуждается, ещё за базу принят план Зеленского и так далее. Ну, вот что ты об этом, обо всём думаешь? Какая тут перспектива, в отличие от всех предыдущих попыток? Ну, я считаю, что попытка эта предпринимается достаточно серьёзная. Поскольку ей предшествовала встреча, в которой саудиты также играли не последнюю роль. Встреча в Копенгагене, которая состоялась в июле месяце, в прошлом месяце. На которую также были приглашены представители практически около 20 стран. Правда, Китая на этой встрече не было, России также не было. Но в ней принимали участие Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и многие страны. Мнение которых Россия точно игнорировать не в состоянии. Почему Саудовская Аравия? Почему там, например, не какая-то европейская страна? Это такая челночная дипломатия. То есть, предыдущая встреча прошла в Дании. Это пройдёт в Саудовской Аравии. Следующая встреча пройдёт, возможно, в Индии. Или она пройдёт в Бразилии. Или она произойдёт в Южной Африке. То есть, эти встречи будут всегда проходить на новых и новых площадках. Почему это происходит? С одной стороны, Зеленский реализует свою стратегию борьбы за глобальный юг. Поскольку он об этом заявил ещё, и дай бог памяти, где-то месяца три назад. О том, что Украина будет сейчас уделять особое внимание странам, которых раньше украинская дипломатия практически не замечала. Глобальный юг, который в значительной мере имеет собственную повестку. Она в значительной мере является антиевропейской, если так можно сказать, антиамериканской в значительной мере. Опять же, из-за того, что эти страны в тот или иной исторический период являлись либо колониями европейских стран, или зависели сильно от американских президентов. Президента, который в той исторической эпохе занимал президентское кресло в Вашингтоне. Поэтому глобальный юг считает себя новой силой. Он имеет для этого все основания. Он считает себя вправе задекларировать собственной амбицией. И поэтому обратить внимание на глобальный юг, частью которого является, безусловно, многие союзники России или симпатизирующие, была правильной стратегией со стороны Зеленского. И поэтому площадка в Джидде, она выгодна в первую очередь тем, что те страны, которые готовы поддерживать украинский план мира, а Зеленский же хочет именно этого, в сентябре он задекларировал намерение выступить с этим планом, презентовать его на Генассамблее в ООН. И мы понимаем, что без голосов стран глобального юга, или тех стран, которые не относят себя ни к российскому, ни к, условно говоря, антироссийскому лагерю, Украине сейчас критически важно их добиться. И поэтому, оказывая им, скажем так, уважение, да неуважение, приезжая на их площадки, на которых они чувствуют себя намного комфортнее и свободнее, чем это было, например, в Европе бы или в Америке. Поэтому он действует совершенно правильно, он действует расчетливо. И это означает, что Зеленский будет договариваться получить голоса, пользуясь своего мирного плана, в ходе своего визита на Генассамблею в Нью-Йорк уже через месяц. Поэтому площадка Саудовской Аравии, которая выбрана также не случайно и логично, с точки зрения того, что Саудовская Аравия, режим королевский саудитов, является антииранским по своей сути. И в значительной мере, скажем так, он до определенной меры является проамериканским, но тем не менее они сохраняют свою определенную независимость в внешней политике и имеют достаточно неплохие отношения, в том числе и с Китаем. Китай недавно организовал свой собственный план по примирению Королевского дома Саудовской Аравии с Ираном. И Китай, считаю, записал себе это, безусловно, в заслугу. Поэтому здесь очень такая сложная комбинация. Саудиты, еще раз повторю, и близки к Вашингтону, и к Пекину одновременно. И в то же время они занимают антииранские позиции и достаточно скептические в отношении России. Поэтому выбор этот золотой. Ну, в каком плане? Что это золотая середина по сравнению с тех, с которыми можно было. А как мы понимаем, в дипломатии место встречи и определение страны, которая будет принимать, оно в значительной мере определяет успех или неуспех этого мероприятия. Поэтому я полностью одобряю выбор, который был сделан в пользу Джиды. И я считаю, что эта встреча, она не последняя, но она может дать достаточно серьезный толчок реализации и продвижения мирного плана украинского президента. Вот ты понимаешь, какая здесь вещь? Почему-то Москва, даже изображая там какую-то заинтересованную реакцию, она всегда была притворная, будь то на африканскую инициативу, будь то там план Драги какой-нибудь, или же, так сказать, активность Папы Римского и так далее. Вот там она не собиралась ничего делать и могла изображать, и как бы с ней играли, ну, в ту же игру. Давайте продолжать. Консультантом Гутерреш какую-то активность проявлял. Может быть, мы конвертируем переговорный, стамбульский процесс из зерновой сделки в какую-то там форму переговоров о перемирии, еще чем-то. А здесь вот, ты понимаешь, даже не пытаются вокруг Москвы кружиться, и это напоминает, что такое внешний склад впечатлений, что они для себя что-то решили уже. Потому что Москву приглашать к таким консультациям заранее себя обрекать на то, что там все будет поломано, опять будет, так сказать, что-то такое сказанное, и вроде как все потеряют энтузиазм. Ее не приглашают, но тем не менее, почему-то Москва именно в этом случае болезненно воспринимает все. А вот у меня следующий вопрос. Китай, на твой взгляд, вот его выделим особенно, после, как ты говоришь, может, они так действительно считают, что озвученные принципы, это даже не мирный план, 12 принципов в годовщину, которые мы все читали, ну, Китай не возьмет на себя смелость заявить, в чем конкретный план. Принципы, пожалуйста, там первый принцип, кстати, звучал, соблюдать принципы международного права, международный государственный суверенитет, и так далее, и так далее. А что такое конкретный план, да, соответственно, можно озвучить. Вот мы видели план Зеленского, отводите все границу 1991 года, дальше можем что-то там переговариваться, то есть предварительные условия. Мы уже увидели какой-то такой внешний облик плана, конкретного плана, не абстрактные вот эти принципы, а какого-то американского, который обсуждает, проговорился в Москва Таймс, беседовала с Томом Грэмом, который был в Москве, и, похоже, там есть план, то, что не трогаем Крым, Крым остается, а в четырех областях проводим референдум. Насколько мы понимаем, там в обмен идет в пакете Украина уходит в ЕС и НАТО, да. Как мы понимаем, кстати, он отвергнет этот план. Мы слышали о некоторых других планах, хотя их никто не авторизовал. А в чем здесь компромисс может состоять? Или он будет полностью акцептован, план Зеленского? И как ты видишь, приемлемый, в принципе, план для Украины, вот на твой личный взгляд. Не что будет устроить Москву, и давайте как-то будем учитывать ее интересы, а что вообще, говоря, примет общественное мнение в Украине. Понятно, что есть некая максимизация этого, нам все, и, так сказать, вернуть, и заплатить все репарации, это мы понимаем, это правильный план, да. Но реальный план, который примет Украину. Я почему задаю этот вопрос? Если вдруг Зеленский на каком-то компромиссе остановится, ты же понимаешь, что этого никто не примет. Мы не раз это обсуждаем. А как тогда? Ну, вот это, собственно говоря, является основной причиной, поскольку на данный момент любые переговоры, прямые или при участии посредников между Украиной и Россией, невозможны. Поскольку обе стороны имеют противоположные цели в этой войне. Россия хочет полностью уничтожить Украину, расчленить ее, и сделать так, чтобы Украина полностью прекратила свое существование. И никакого компромисса здесь Путин не допускает. То есть, Путин не говорит, например, из Сирии, ну, хорошо, я вот оккупировал эти территории, я их себе забираю, а вы там хотите... А вы идите куда хотите. Хотите в НАТО, идите в НАТО, хотите в ЕС, в ЕС. Нет, он же этого не говорит. Он говорит, что посмотри, как на их картах указывается то, что они пишут в своих сводках. Там они пишут часть, вот все Запорожская область, вся Херсонская пишут. Эта территория временно оккупирована Украиной и является частью Российской Федерации. То есть, вообще, понимаешь, то есть, какой же здесь может быть компромисс? Или если они говорят, что, в принципе, Украина – это страна 404, страна, которой нет, и которая, в принципе, не имеет права на существование. Другие слова, эпитеты, которые они употребляют, я повторять не буду, поскольку эти кремлевские манеры испытывают сами в значительной мере комплекс, собственно, неполноценности. Я имею в виду эти Соловьевы, Гаспаряны, Симоньяна и прочее. То есть, в принципе, их эпитеты уничижительные, которые они используют, они свидетельствуют об их, собственно, внутренней убогости и закомплексованности. Какой же здесь может быть компромисс? Если Украина говорит, давайте вернемся, как минимум, то есть, давайте для начала, для начала мы хотя бы вернемся к состоянию границ условных, условных, да, вот разделения, линии разделения, точнее, которые существовали на 24 февраля 22 года. Это для начала. А, в принципе, украинское общество никакого компромисса, кроме как выход на границу 91-го, не приемлет. Плюс сюда добавим репарации, которые должны быть заплачены, материальный вред, который был, компенсации семьям погибших, уничтоженное имущество. Ничего же этого Москва даже не рассматривает. Оно же даже не лежит на ее столе. Поэтому украинский мирный план, в первую очередь, он будет исходить из постулатов максим, за которые президент Зеленский зайти не может. Это все включает восстановление территориальной целостности, он неоднократно говорил, он не рассматривает возможность сдачи ни Крыма, ни Донбасса, ни другого региона, который временно оккупировал Российской Федерацией. И поэтому приглашение России, оно, в принципе, лишено любого смысла на подобный мирный саммит. Это называется «пусти свинью в калашный ряд», да, то есть, тем более, еще в мусульманскую страну пусти эту свинью. Это вдвойне недопустимо, и поэтому России туда и не приглашают. Но я думаю, что нас ждет большой спектакль, большие скандалы на Генассамблее ООН. Вот там уже Россия попытается оторваться по полной программе, и, возможно, будет устроен демарш, если удастся президенту Зеленскому склонить большинство членов Генассамблеи, все-таки голосованием за украинский мирный план. Я думаю, что будет демарш, и выход из зала Генассамблеи ООН, и попытка созыва Совета безопасности и тому подобное. То есть, все это, в принципе, нас ждет. Но сейчас идет очень тяжелая, я бы сказал так, очень напряженная дипломатическая борьба. Россия не сидит с лжаруки. Вспомним недавнее африканское турне, которое предпринял министр иностранных дел Лавров. Это все было, в принципе, преддверие. Они тоже вербовали, они тоже с этим активно работают. Поэтому, чем завершится эта война на Генассамблее ООН, посмотрим. Мы узнаем об этом уже через месяц. Дай бог, чтобы Украине и нашим союзникам все-таки удалось склонить хотя бы часть стран глобального юга, поддержать этот самый мирный план. И тогда, если эта напряженнейшая дипломатическая борьба завершится все-таки успехом, нас ждет важное голосование, очередное еще, которое Украина может, скажем так, я говорю осторожно, может выиграть, а Россия, соответственно, проиграть. Вот смотри, дело в том, что все это происходит на фоне, ну, такой активности со стороны украинских вооруженных сил. Значит, подорван был вот этот, как там, горняк какой-то. Оленигорский горняк. Да, оленигорский. Это же надо так назвать, еще и олени, еще и горняки, в общем, весь фарш. Ну, так ладно, значит, это все происходит с известной регулярностью, то Москва-Сити, то мост, то горняки. И тем не менее, Москва продолжает себя вести так, как будто она, ну, я не знаю, где-то в районе Крещатико уже войска стоят. А какой вообще инструмент, рычаг давления, если вот всеобще, так сказать, и глобальный юг, и Китай, и там Латинская Америка, не говоря уже о Западе, который и так поддержит обеими руками такие мирные планы, будет принято решение, какие это рычаги. Вот мы говорили о Саудовской Аравии, это нефть и вообще варьирование на нее, влияние на углеводородную конъюнктуру, безусловно, конечно, они могут понижать цену, ну, не говоря уже о эмбарго, вообще может вести доллар за баррель, и все, и чао, и все, и больше разговор закончен. И что ты тогда, ну, крутись, вертись, и что ты сделаешь? А какие, в принципе, рычаги еще есть на воздействие Москвы, ну, они прямые, кривые, не знаю, там, у Турции перекрыло Босфор, больше российские танкеры не проходят через них. Вот какие-нибудь такие, давай попробуем собрать, что может и как может заставить эта инициатива, там, 30 стран принимают участие, сделать больно настолько, чтобы прямо вот, ну, все, делать, деваться нету, надо принимать. Ну, как известно, западная пресса, в частности, Wall Street Journal писала о том, что руководство Китая очень сильно взбесил выход России из зерновой сделки. Китай один из ключевых покупателей украинского зерна, который он затем передает, чаще всего бесплатно своим союжникам, поддерживая их, это те страны, опять же, в основном африканского континента, союжники Китая, либо его вассалы, которые реально стоят сейчас перед угрозой голода. Об этом, в принципе, заявлял недавно президент Южноафриканской республики Рома Поса. То есть, это не привлечение, они реально стоят на грани голода. Поэтому Китай реально был взбешен тем, что Путин решил, одномоментно ни с кем не посоветовавшись, уверен, в том числе и с Пекином, выйти из зерновой сделки. И поэтому Китай сейчас едет, условно говоря, показывая России, вас здесь нет, а мы приглашение Саудовской Аравии и, соответственно, Украине принять участие в этом мирном саммите, таки принимаем. Поэтому сам Китай, который является крупнейшим покупателем сегодня всего того, что производит и добывает Россия, Китай может сказать, что о чем мы покупаем у русских, условно говоря, нефть. Ну, будем мы покупать сейчас, мы сейчас диверсифицируем, начнем ее покупать в Саудовской Аравии. Более, Саудовская Аравия, согласно американского плана, согласилась увеличить добычу нефти, тем самым способствовать снижению цены на углеводород. Начнем мы покупать в Саудовской Аравии, да, будут танкерами нам возить, ну, будет чуть дороже, но, собственно, мы русским сделаем еще хуже. Да, это Турция с ее проливами, безусловно, мы же видим, что уничтожение, тем более, смотри, мало кто знает историю этого самого оленевода, я имею в виду вот этого самого оленегорского горняка. Это самый оленевод был построен больше 50 лет назад на верфях в Польше, в Польской Народной Республике. То есть, это такой старичок. И вот этот самый старичок был признан лучшим кораблем внимания всего Северного флота еще не так давно, в 2007 году. То есть, его уже, в принципе, давным-давно в нормальной стране отправили бы на слом. То есть, корабли такого возраста уже в флотах Великобритании, Франции и США, они уже давным-давно порезаны или приручены в музеи. Понимаешь, тут отправляют на слом американцы корабли, которые производились 30 лет назад, то есть, там, в 90-х годах они производились, или в 80-х. Их уже нет, их уже порезали, понимаешь. А тут кораблю больше 50 лет, и это лучший корабль Северного флота. Ну, ты вдумайся, реально, это же металлолом, понимаешь, металлолом. Почему этот самый дром совершенно его безнаказанно поразил в левой борне? Он там нормально зажерпнул, сегодня его и там как-то дотащили, откачивали. Я думаю, что он уже в строй не вернется, честно. Во-первых, потому что восстанавливать его очень дорого, это все старье, вот совершенно, которое, в принципе, они уже давно были списать, не списывали. Просто заменить его нечем, понимаешь, заменить его нечем. Поэтому, я думаю, что, несмотря на то, что его не потопили, а повредили, он в строй в конечном итоге не вернется. Если они его даже попытаются вернуть, это будет проблематично. Его ремонт затянется, это будет очень долго, больше года. Вот, и в любом случае, это уже корабль, который, ну, морально он технически устарел давно, а после этого попадания он уже нормально выполнять свои задачи не сможет. Самые два их единственных корабля, патрульных, которые нам доставляют проблемы, это Василь Быков и Сергей Котов, которые были построены в Керчи. Оба это корабли-близнецы одного проекта. Вот этот самый Сергей Котов был спущен с верфей как раз керченского завода имени Бутомы. Самый новый вообще корабль в МСРСИИ, самый вообще новейший в июле 2022 года, когда уже шла война, скажем, ее уже широкомасштабная фаза. Вот он был спущен на воду. Их уже атаковали. Атаковали, пока не попали, пока не удалось. Была пристрелочка. Но вот эта история с этим оленигорцем показывает, что, в принципе, теперь уже наши дроны морские, которые запускаются откуда-то с побережья, но не будем оточнять откуда, они имеют уже дальность действия свыше тысячи километров. Получается, до Новороссийска дошел. То есть, тысяча километров, это значит, что все Черное море сейчас находится под прицелом украинских ВМС и украинских спецслужб. То есть, теперь спокойно можно драковать этими дронами. Слушай, дрон, который стоит всего лишь несколько сот тысяч долларов максимум, уничтожает имущество, которое стоит десятки миллионов. Даже в этом старом рухляне оно все равно стоит огромных денег. Это война на истощение. Причем она абсолютно неизмерима, понимаешь? При том, что российский бюджет военный увеличился вдвое, начиная с начала 2023 года, до рекордных показателей. То есть, он уже составляет треть всего российского бюджета. Советская экономика себе не могла этого позволить. Треть всего бюджета сейчас сжирает эта самая война. При этом это все растратные материалы. То есть, оно, это все, условно говоря, это все сжирает возможности российской экономики и делает крах этой экономики просто уже неизбежным. Это только вопрос времени. И поэтому и Сергей Кодов, и Василий Быков рано или поздно отправятся следом за крейсером Москва. Это всего лишь является вопросом времени. Вот это не, скажем так, обреченность сегодня привело к тому, что они сегодня повыводили и в Азовском море, и в Черном все вывели с базбазирования. Понимаешь, боясь атак, что они ничем помочь защитить не могут. Вот они все это сейчас массово повыводили. Естественно, союзники России или ее, скажем так, симпатизирующие на это смотрят и в очередной раз ставятся, значит, такие минус, 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 минус. То есть, путинский режим показывает, что военная составляющая, самая главная составляющая, которая лежала в основе этого коррупционного и этого диктаторского режима, она абсолютно деградировала. Да, военная составляющая показывает полную на сегодняшний день деградацию России как военные единицы. И, естественно, это все очень сильно ослабляет позиции России. То, что упал рубль, это все понятно, это очевидно. Но самое главное, вот эта каждая победа, моральная, которую одерживает Украина накануне очередного начала дипломатического сезона, показывает деградацию возможностей России. Соответственно, и дипломатические возможности начинают падать вместе с ее военными возможностями. Редактор субтитров А.Семкин